Доброго времени суток, друзья! Перед вами оригинальные бобы, которые называются соевые. Сегодня мы поговорим, ну как вы знаете, соевое бывает молоко, но сегодня мы с вами будем говорить о соевом мясе. Так как мы продолжаем пост, тему поста и вот необходимо нам включать в свой рацион вот это соевое мясо. Так что я вам просто напоминаю об этом продукте. И значит приобрести его можно в супермаркетах, уже изготовленное оно, вот такие как показано в шариках или в там в квадратиках, кубиках и так далее. Значит я буду, я вам не буду рассказывать состав, там из чего, что, как, изготовление и так далее, технологию. Я вам просто расскажу пользы, витамины, какие бывают. Итак, в общем вкратце, просто это у меня идет такая рубрика напоминания, что необходимо, можно включить свой рацион во время поста. Ну так как во всем есть показания и противопоказания, значит вы должны консультироваться со своим доктором, лечащим и так далее. Значит польза, вред, все, и значит из чего, значит как мы знаем, что это белковый продукт, белковый. И как его изготавливать я вам не буду рассказывать, самое главное, надо рассказать из состава, значит какие витамины могут там быть. Значит очень хорошие, значит я вам уже сказала, что там, что такое, там находится белок, соевый белок. Во-первых, он усваивается нашим организмом на девяносто, вот послушайте, на девяносто семь процентов, практически на сто процентов. Друзья, это вообще прекрасная вещь. Значит биологическая ценность белка, сои близка к азеину и белкам мяса и белкам рыбы даже. Так что вот на восемьдесят процентов мяса и рыбы, к азеина семьдесят пять, отличное, значит белок и белок растительного происхождения. Значит состав входят такие витамины и микроэлементы, значит такие Д, Е, а группа Б. Минеральные вещества это железо, фосфор, кальций, задумайтесь, очень много кальций, калий, магний, цинк, витамин Д. За что отвечают витамины Д, С, Е и так далее. Прекрасно вы знаете, я вам и в прошлой передаче говорила, за что отвечает Д, за что отвечает Е и так далее, кровотворение, образование тромбов Е и так далее. Ну в общем, вот это все обычное, для поджелудочной железы, прекрасный продукт, для работы центральной нейросистемы, железо, ну в общем, гемоглобин, немаловажно, вот, гемоглобин и функцию щитовидной железы, то есть, иногда можно его употреблять, да не только во время поста, и вообще его надо употреблять. Это мясо, так же, как и молоко, соевое. Повышение содержания лицетина, благоприятное, тоже влияет на нас лицетин. Он что делает нам? Препятствует образование, откладывание холестерина на стенках кровеносных сосудов, печени. И еще, вот, чтобы не образовались вот эти холестериновые бляшки, то обычно вы мясо скушаете, то вы знаете, что происходит. Ну, в общем, ну это и мясо надо есть, все надо есть, но сейчас пуст, и мы должны, значит, вот еще такая находится кислота, повышение содержания полинаршистных, вот, самое главное, кислота омега-3, за что отвечает она у нас, за нормализацию, обмена, метаболического нарушения, вот эта вот жирная кислота, которая там находится, они в этом, в этом бобе, бобе, сои. Далее, значит, ценность этого продукта, в 100 граммах калорий, ой, значит, ценность 100 граммах калорий, внимание, 300 килокалорий, вообще прекрасно. Покушайте, и будет огромным пользом. Так что, вот это соевое мясо, это альтернатива животному источнику, легко усвояемого растительного белка. Так что, ну, я уже сказала, что есть и противопоказания, это вы должны проконсультироваться. Значит, состав своего мяса употребляет текстуру, текстура пищи рассматривается как средство для, в общем, у тех, у кого какие-то вот заболевания, как средство для сердечных таких, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, холецистита, артрита и артроза. Вот видите, какие заболевания, значит, ее не только во время паста можно употреблять, у кого-то вот эти заболевания, артрита, артроза, диабет, ожирение, холецистита и сердечно-сосудистые заболевания. Так что, вот, не забывайте об этом продукте. Вот так что я вкратце рассказала о соевом мясе, так что приобретайте, готовьте из нее всякие кулинарные изыскости, это вы можете свободно найти, там гуляши всевозможные, с одной кашей, с другой, с кашей, там, например, булгуру, тоже полезная, но это я вам не буду сейчас внедряться. Вот, пожалуйста, можно прекрасно сделать вот такой вот гуляш, булгур и вот это соевое мясо. Все это одновременно тушится, ну, естественно, лук, морковь и так далее. Ну, это вы на ваше усмотрение, как вы ее приготовите, с каким блюдом, с какой кашей, с гречкой, рисом оригинальным. Так что употребляем, друзья, все вот эти продукты сейчас растительного происхождения. Ну, и не забывайте, вообще не только сейчас, и после поста. Так что спасибо за внимание, в следующем видео мы поговорим, тоже не забытых продуктов, и тоже немаловажных для нашего организма. Спасибо за внимание, до свидания, пока-пока. Продолжение следует...